Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Но поскольку день сегодня неурочный, времени не было, я не посмотрел, что же я там обещал. Поэтому если есть те, кто помнит, то напишите либо смс-кой, либо на сайте, а я, соответственно, тогда и вспомню, что я хотел сказать. Потому что, вообще говоря, у меня имеется на сегодня другая тема, связанная с средним классом и вызванная пресловутым сносом разного рода павильонов. Значит, у меня есть желание задать слушателям вопрос, связанный как раз со сносом павильонов. Вопрос следующий. Считаете ли вы, что снос у павильонов это есть целенаправленная политика в борьбе с малым и средним бизнесом с целью поддержки бизнеса крупного? Или же какая-то причина другая? Значит, ответ да. 8495.134.21.35. И, соответственно, ответ нет. То есть, вы считаете, что другая причина, что это не борьба с малым и... А можно включить? Голосование новое, да? Ответ нет. То есть, вы считаете, что дело не в борьбе с малым и средним бизнесом, а причина в другие. Конкуренция новых валютных зон. Значит, ответ нет. Это значит, что есть какие-то другие причины. Например, там, нарушение законодательства. Значит, а конкуренция новых валютных зон и альтернативные модели развития, ну, хорошо, я затрону. Давайте сначала поговорим немножко о проблемах, впрочем, они связаны, о проблемах среднего класса. Значит, специфика современной жизни, что западных стран, что России, связана вот с чем. На протяжении всей более или менее внятной истории человечества, социальная стабильность государства была построена на традиционных ценностях, которые воспитывались семьей. Иными словами, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Михаил Иванович, ну, признайтесь, стало лучше и симпатичнее, чем было раньше с этими палатками. Знаете, я еще помню времена, когда их вообще не было. И некоторые из них мне вполне себе нравятся. Например, круглый павильон на выходе из метро колхозное, а ныне Сухаревское. Он был вполне эстетичен и адекватен. И зачем его снесли, я не знаю. А, соответственно, странные павильоны, которые были из перехода у станции метро Новослободска, они, конечно, были абсолютно непонятны для чего и к чему. Но, как человек, который жил в этом районе очень далеко, я до сих пор жалею, что снесли замечательную булочную, которая была там в маленьком двухэтажном домике. А вместо нее, правда, это было еще в конце 80-х, выстроили такую совершенно безликую кирпичную жилую хреновину. Куда звонить-то, если я хочу сказать нет. 8-495-134-21-36. Да, это борьба с малым бизнесом. 8-495-134-21-35. А нет какие-то другие причины. 134-21-36. Я хочу сказать, что если передавать это своим компаниям, то тогда это уже, во-первых, не совсем малый бизнес, во-вторых, ломать-то зачем павильоны. Приходят санэпидстанции, находят крысу и говорят, все, всех уволите. Ну, это, в общем, известно и понятно. Методы сноса не напоминают хрустальную ночь в Германии, не согласны. А евреи там где? Ну, какая же хрустальная ночь без евреев? Это даже как-то несерьезно. Вот. Значит, возвращаясь. Традиционное общество. Крошка-сын к отцу пришел. К отцу пришел. То есть, семья воспитывает правильное поведение, постановка, что такое хорошо, что такое плохо. Это вызывает у либералов дикое раздражение по банальной причине, потому что если мы встроим общество потребления, то есть, как бы, Иванов родства непомнящих, то не должны родители объяснять детям, что у них нет денег на покупку какой-нибудь хрени. Не нужно мешать ребенку. Я напоминаю, что в нынешних временах отказ ребенку в покупке какой-нибудь хрени, которую он хочет, является основанием для того, чтобы ребенка ювенальной юстиции отобрала. Ну, это я уже немножко забежал чуть-чуть вперед. Значит, и поэтому либеральное общество всегда традиционно хотелось нести семью как принципиальный противник. Ну, и потом нужно понимать, да, что традиционные ценности и либеральные ценности в кавычках – это совершенно разные вещи. И либерализм принципиально противоречит традиционным ценностям и семье. Так вот, проблема состоит в том, что не получалось вменить всему обществу либеральные ценности, потому что чревато все государство, вообще вся общественная, общественный порядок может пойти в разнос. Поэтому боялись. И только в начале 80-х, когда за счет стимулирования спроса создали не просто большую долю среднего класса, а устойчивого среднего класса, вот тогда стало понятно, что это возможно делать. Что для этого, значит, обращаю ваше внимание, да, что люди, которые работают в Соединенных Штатах Америки, у них зарплаты не сильно выросли. По зарплатам доли среднего класса сильно меньше, чем по расходам, потому что домохозяйство, и, как впрочем, и в Евросоюзе. Да и у нас, в общем, потому что если мы будем считать доходы честно, а не учитывать сверх доходы нефтяные, то тоже будет сильно меньше. Когда стало понятно, что средний класс большой, начались принципиальные изменения. Почему? Дело в том, что, вообще говоря, единственная альтернатива социальной стабильности общества, кроме традиционных ценностей, это закон. То есть нужно выращивать, как это, ростить, а закон, да, слушатели смеются, да, но это, на самом деле, не издевательство над русским языком, это некоторая демонстрация отношения к самому процессу. Так вот, нужно ростить вот этих самых Иванов, родства непомнящих, но которые верят в закон. Ну да, а кто такой раб? Это который знает точно, что есть закон, что он раб. Значит, богатым закон не нужен, у них есть свои инструменты защиты своих интересов. Бедным закон, в общем, тоже не нужен, потому что бедный и так знает, что сопротивляться бессмысленно, а суд всегда на стороне богатых. А вот среднему классу, у которого есть какая-никакая собственность, но у которого нет денег, чтобы эту собственность защищать самостоятельно, закон нужен. И начали на базе среднего класса выращивать вот эту вот специфическую поросль людей, которые верят в закон, верят в потребление и которые не верят в традиционные ценности. Для этого, разумеется, пришлось разрушать семью именно отсюда, гей-парады, ювенальная юстиция и прочие механизмы. Еще раз повторю, главная задача – разрушить преемственность традиционных ценностей через семью. Кстати, по этой же причине нападки на любую церковь. На любую. И по этой причине поддержка ислама в западных странах. Потому что цель разрушения семьи, которая поддерживается христианством, и поэтому нужно через ислам разрушать христианство. Но при этом ислам, как только он начинает активно разрастаться, его начинают истреблять тоже. Потому что ислам – это еще более жестко традиционная религия, чем христианство. То есть ценности-то там одни и те же базовые, поскольку это авраамические религии. Но методы вбивания этих ценностей, они сильно более жесткие. Значит, и вот в результате создавалась-создавалась система. Сколько? Ну, считай, с конца 70-х – 40 лет. Два поколения. И сегодня выросла колоссальная… Тут вот мне очередной, значит, тролль пишет с сайта «Хазин, не трогай геев». Я вам честно говорю, не трогаю, близко даже, не прикасаюсь. Пускай живут, как хотят. Без меня, да, но только, пожалуйста, не нужно заниматься, значит, рекламой. Сидите тихо, мирно, никого не трогайте, и вас никто трогать не будет. А вот гей у парада я категорически против. Значит, дальше. Значит, и вот теперь возникла замечательная картинка. Значит, выросло два поколения, которые точно знают, что правильная жизнь – это отдельное жилье, квартира или домик. Это автомобиль, это там гаджеты и прочие разные развлечения, может быть, даже включая гей-парады. Но под это все нужны идеи. А деньги дадут. Да, вот мы, да, мы их не зарабатываем, но деньги дадут. И вдруг неожиданно мы видим замечательную совершенно картинку, что денег нету, деньги давать перестали. Что с этим делать? То есть у вас десятки миллионов людей, у которых есть четкое представление, что должно быть отдельное жилье, должна быть машина, должны быть гаджеты, должны быть развлечения, ну, там, хлеба и зрелища. А этого уже нету. При этом эти люди, они, как бы, Иваны родства не помнящие, по этой причине они не понимают, что надо объединяться. Их специально сделали такими, значит, отдельными. В семью они не верят, а если человек не верит в семью, он не верит ни в какое другое объединение. Но лютая ненависть к порядкам у него есть. И в этой ситуации эти люди что начинают делать? Они начинают поддерживать тех, кто выступает против режима. И мы получаем ту картинку, которую, мы получаем ту картинку, которая была в Российской империи в конце 19-го, начало 20-го века. Когда все образованные люди поддерживали террористов. Сначала народную волю, а потом эсеров. Почему? Потому что они все считали, что режим неправильный. Сделать они ничего не могли, а при этом я обращаю внимание, что степень этой поддержки все-таки была ограничена тем, что общество было православное. То есть они считали, что убивать нехорошо, не убить, да, еще там много чего считали, что нехорошо. Но, соответственно, поддерживало. Что будет сейчас, это просто ужас. Я думаю, что поддержка будет совершенно бешеная. Всех террористов, всех мастей. А проблема состоит в том, что если у вас есть два десятка террористов, которые очень, конечно, ловкие и сильные, но их только два десятка. То есть с ними можно справиться. Я напоминаю, что в нашей стране можно много ругаться на наших чекистов, но они, тем не менее, ухитрили за последний год не допустить ни одного крупного террористического акции. Ну, там всякая стрельба была, да, но больше в мусульманских регионах. Но, тем не менее, в общем, не во всех, а на Кавказе. Вот. А вот если у вас будет поддержка десятков миллионов, это невозможно. Это невозможно. Вот, кстати, еще одна замечательная вещь. Вы нам сейчас, Михаил, описали архетип хомо-советику с тем самым Иванов родства непомнящих, скормленных Лениным и взлелеяных Сталином. Вот это вот совершенно классическая русофобская пропаганда по банальной причине. Потому что советская власть была, начиная со Сталина, то есть с начала 30-х годов, это стали внедрять, а с конца 30-х это все сильнее и сильнее проявилось, а уж во время войны еще сильнее. Это, соответственно, абсолютно традиционная система ценностей. Я уже не говорю про то, что они даже при Хрущеве, который, в общем, был троцкист, написали моральный кодекс строителей коммунизма, взяв за образец 10 заповедей. И не надо думать, что начальники из политбюро этого не видели и не понимали. Все они прекрасно видели и все они прекрасно понимали, только они считали, что это правильно. Это было традиционное общество, в котором семья была главной и которая непрерывно занималась образованием своих людей. Вы уж меня простите, конечно, есть абсолютно стопроцентный критерий тоталитарного общества. Тоталитарное общество лишает своих граждан образования, потому что они как раз должны стать иванами, родства не помнящими. А социалистическое общество людей непрерывно воспитывало, непрерывно. Вы не могли то туда, то сюда, по телевизору Ленинский университет миллионов, значит, всякого рода образовательные процедуры на работе, непрерывное вечернее образование, непрерывно людей образовывали. И я с этим сталкиваюсь. Вот я тут был в Тирасполе, я прошу прощения, такой маленький осколочек СССР. И в Тирасполе у меня там 700 человек в зале, среди них половина студенты. Я их спрашиваю, поднимите руки, кто не знает, кто такой Мартин Лютер. Подняли руку там 3 или 4 человека, которые там, ну, говорю, ну, студенты меда. Причем не все, а только части. А когда я этот же вопрос задаю в технических университетах, Кирова или Иркутска даже, то мне в ответ поднимают руки весь зал. Никто не знает, кто такой Мартин Лютер. Вот это тоталитарное общество. А в Советском Союзе это знали все. Вот просто вот четко совершенно, да, кто кончил школу, ну, грубо говоря, до 93-95 года, все знают Мартина Лютера. Все, кто понял, никто не знает. Вот это произошел переход от традиционного общества к тоталитарному. Другое дело, что либеральные люди называют тоталитаризмом все, что, как бы, пытается вменить людям традиционную систему ценностей. Потому что либеральное общество это общество, в котором, собственно, главный принцип либерализма. Свобода, то есть право любого человека выбирать по себе традиционную систему ценностей. Тут вот некий роман пишет, а кто такой этот самый Мартин с Лютером, а то заинтриговали и ничего. Настоятельно рекомендую научиться читать. А все ли знают, кто такой Бакунин или Кропоткин? Я знаю, и все, кто учился в школе в наше время, знают. А признаюсь, про Мартина Лютера узнал только в 2008 году в университете в школе не проходили. Я бы про это и говорю, да, вот как бы не нужно, да, вот не нужно. Современная либеральная модель, людям ничего не нужно знать, кроме моделей айфонов. Это вот и есть тоталитаризм. Так вот, проблема состоит в том, что в нынешней ситуации он ведет к колоссальному кризису, к колоссальному расколу социальной стабильности. И это страшная проблема. Во, либерал. Замечательно, да? Видимо, для того, чтобы мы понимали, кто пишет, да, он пишет, либерал, через Е. Хазин скатился до дешевой демагогии, тоталитарное общество, это где? Тотальная власть. А у Хазина это когда нет образования. Я вам поясняю, вот тотальная власть, это когда у вас в каждом айфоне или в каждом, значит, Самсунге, потому что там андроид гугловский сидит, агентство национальной безопасности США. Вот это тотальная власть, это тоталитаризм. А в Советском Союзе была свобода. Еще какая? Ну, просто в это поверить нельзя, да? А я когда рассказываю там разным молодым, да, как мы жили и что мы делали, они говорят, такого быть не может. Могет, могет. В СССР могет, потому что было свободное общество, но основанное на традиционной системе ценностей. Ну, неважно, да? Значит, продолжаем. Я напоминаю вопрос, который мы задаем. Ликвидация павильона в Москве, это борьба с малым и средним бизнесом или что-то другое? Да. 8495. 134. 20. 25. Нет. То есть, это что-то другое. 8495. 134. 21. 36. Ну, еще бы, конечно, хорошо задать вопрос, но это уж мы не будем делать. А. О. Замечательно. Я просто не могу не удержаться. Хрущев троцкист, а Хазин сталинист, злобный, малограмотный, классовый ненавистник. Это и есть пропаганда, чего там пропаганда? Классового раскола. Классовый раскол у нас есть независимо от пропаганды, он есть, да? К сожалению, гражданская война у нас в обществе не закончилась. Но насчет того, что я безграмотный, есть некоторые сомнения, поскольку, соответственно, я все-таки, во-первых, учился в советское время, и все-таки университет закончил. Причем, как бы, у меня были не самые плохие оценки. А, во-вторых, я с тех пор довольно много учился самостоятельно. Тут еще один вопрос. На самом деле, вот это просто смешно, да? Когда мы видим либеральных троллей, они вот несут пургу такую, что просто песня. А сколько денег я получу за знания Мартина? Вот, на самом деле, человек, который, как бы, живет ради гаджетов, он, соответственно, не понимает, что такое образование. Он этого, в принципе, не понимает. И он не понимает, что отсутствие образования – это тот барьер, который, соответственно, установила элита для того, чтобы всякое быдло вроде нас туда не пролезло. Вот в СССР этого барьера не было, а здесь есть. О, еще замечательно. В Совке свободное общество было для элитки, типа Хазиных, которые могли ездить за бугор, закупаться качественным шматьем, а тут рассказывают, как там все загнивает. Рассказываю, первый раз я выехал за границу в 1994 году, будучи уже сотрудником Рабочего центра экономических реформ при правительстве Российской Федерации, то есть государственным человеком. Правда, не за госсчет. Я, кстати, ни разу ни в одной командировке зарубежной за госсчет не был. А жили мы вот до моего пятого класса, то есть с папой, с мамой, с двумя, значит, детьми, то есть со мной, с моим младшим братом, в комнате в коммуналке. Потом мы, правда, от советской власти получили бесплатно квартиру трехкомнатную, правда, в Бескудниках. В школу я ездил в центр Москвы примерно час двадцать. В восьмом классе, в девятом классе. Вот. Очень я хорошо помню, на электричке от Бескудникова до Савеловского вокзала, а там, соответственно, на автобусе или на троллейбусе до, соответственно, моей 179-й школы. Вот. И поэтому не надо вешать лапшу на уши. Да, вот про элитку и про прочие глупости, да. Вот. Значит, но возвращаясь, у нас осталось там всего ничего. Я еще несколько слов скажу про конкуренцию сразу после перерыва на новости. И, соответственно, после этого мы будем отвечать на вопросы. Но я напоминаю на всяких случаях, что у нас идет обсуждение по поводу того, является ли снос палаток борьбы с малым бизнесом или это что-то другое. Про опрос сразу после новостей напомню. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Ну, я не знаю, у меня тут просто, я вот читаю, что народ пишет на сайте. Я понимаю, что там тролли всякие, но все равно. Собянина раскручивают в качестве преемника, в качестве наследника Путина. Но, вы знаете, после того, как он, значит, устроил, после того, что ему устроили с Навальным на выборах, специально для того, чтобы он не был наследником, нет, не Путина, а Медведева, я могу сказать, что он просто не тянет, да, политически он не тянет. Какой он мэр, это вопрос отдельный, потому что мы видим, что у него постоянно бывают разные странные мероприятия, вот там про павильоны и т.д. и т.п. Но, тем не менее, что касается наследника Путина, а Путин мы знаем, да, он не фанат власти, и в этом смысле, если будет хороший наследник, он с большим удовольствием уйдет на пенсию отдыхать, то для человека, который играет в эту игру, прежде всего, в нашей стране нужно чувство юмора. И вот когда Кадыров говорит по поводу торта, брошенного в Касьянова, это тоже я, то у меня вот просто как бы сразу появляется, я просто себе представляю, да, как, соответственно, нанят специальный как бы великий пиарщик, не знаю какой, который разработал совершенно гениальный план, вот, и как бы поддержки, да, потому что это демонстрация всей стране, что у Кадырова есть чувство юмора. Вот, у него, безусловно, есть чувство юмора. Вспомним молодость, у Владимира Владимировича Бронсмана учились, это 179-я школа, в каком году закончили? Я окончил 179-ю школу в 1979 году, с учителями физики нам не повезло, Бронсман учил в параллельных классах, у нас за три года было три учителя физики, в девятом классе был хороший, но очень молодой, Пинский, он потом был учителем очень известной в Москве школы, но мне тут говорят, что он умер, это как бы грустно. Владимир Владимирович Бронсман тоже умер буквально пару лет тому назад, и он где-то, ну, там уже до 90 детей учил, по царству ему небесное. А Николай Николаевич Константинов, который еще у Арнольда, школьника, вел кружок на Мехмате, и у папы моего вел кружок, когда папа школьником еще приходил на Мехмат, он еще в 179-й школе работает. Так что еще есть люди, которые пытаются тащить российское образование, к сожалению, им много лет. Лобяно-Балтийский тоннель обошелся в 90 миллиардов вместо полутора, где посадки Собянина все с рук входит. Мне казалось, что, вот я вообще там живу, ну, жил, то есть, и мне всегда казалось, что этот тоннель начали строить до Собянина. Я им недоволен, но по банальной причине. Дело в том, что он выходит на поверхность, на Большой Академический, аккурат, на том пустыре, по которому я шел первый раз в первый класс. У меня первые четыре года выходил в 213-ю школу, которая на Большой Академической улице. Значит, ну, возвращаемся к нашему опросу. Я напоминаю, снос палаток – это борьба с малым и средним бизнесом. Телефон 8495-134-2735. Или же это что-то другое. 8495-134-2136. А теперь я начинаю отвечать на вопросы. Телефон прямого эфира. 8495-73-73-94-8. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Михаил, вот такой вопрос. По поводу Ямайской конференции. На ваш взгляд, была ли она определяющей, в отличие от Бреттон-Вудской, как валютно-финансовая конференция? И какое ваше мнение по поводу того, что многие высокие эксперты мирового уровня отмечают, что непосредственно воротилы банкинских домов сыграли ключевую роль в начале Первой мировой войны? Спасибо. Нет, Первая мировая война была, безусловно, связана с переделом рынков. И воротилы, конечно, сыграли свою роль некую, но очень относительную. Потому что объективный кризис начался сильно раньше, и было уже понятно, что нужно драться за рынки. Что касается Ямайской конференции, то она сыграла очень важную роль в части вывода доллара на позиции единой меры стоимости, отвязав его от золота. Не просто отвязав, а сделав плавающую систему, а, собственно, позиции доллара определяются тем, что спрос мировой выражен в первую очередь в долларах. И по этой причине поколебать позиции доллара абсолютно невозможно. В принципе, то есть нужно было привязать весь мир к спросу американскому, и для этого была сделана Бреттон-Вудская система. Но привязка к золоту была нужна только на первом этапе, потом они от нее отказались. А, собственно, вся модель финансовая, она как была в Бреттон-Вудской, так и осталась со всеми ее институтами ВТО, МВФ, Мировой банк и ФРС США как регулятор мировой валюты. Не в тему. Жена Теда Круза работает в Голдман-Сакс, ранее в администрации Буша-младшего. Круз ставленник финансистов от Республиканской партии может быть, а может быть и нет. Я уже объяснял, что раскол произошел только в 2011 году, осознанно он был, в 2013-2014. Поскольку жена работала в Голдман-Сакс раньше, то начинается некоторый конфликт интересов, но этот конфликт, он как бы чем может закончиться? Даже она может уйти из Голдман-Сакса, она может занимать как бы маленькие позиции. Вы понимаете, в чем дело? Есть же наемные работники, а есть люди, принимающие решения. Точно так же, как, например, начальник там кредитного отдела в банке, он очень часто не влияет на политику банка. Он может только сказать, вот этому кредит давать не нужно, потому что по всем показателям не отдаст. А, соответственно, владельцы банка говорят, нет, ему давать нужно, это наш человек. Так что, в этом смысле, то, что у Круза жена работает в Голдман-Саксе, это может быть не показатель. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, полностью с вами согласен, что висевшие смелки буржуа угрожают мятежом в буржуазии крупной. Но насчет террористов вы не правы. Вот смотрите, Квачков-арбалетчик сидит в тюрьме, Мухин, который щилом пытался бы тискал просверлить, тоже арестован. Так что все спокойно. Ну, тут как бы имеются разные мнения по этому вопросу, но я могу у вас уверить, у нас это меньше, потому что у нас еще все-таки очень сильна традиционная линия. А вот в западных странах это будет очень сильный удар. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. А, да, вот про палатки. Я думаю, это просто бизнес-идея, идея Хох Шабянина, мало того, что он несет палатки там. Вопрос задавайте. Ну, я думаю, что у него есть аффилированная сперва, которая поставит новые палатки. Вопрос какой. Миллионы этих палаток, это прекрасно бизнес-идея заработает опять же. Ну, да, бизнес, конечно, но я же как бы, еще раз повторю, я задаю свой вопрос не столько потому, что я хочу получить ответ на конкретный вопрос, сколько потому, что принципиально важно, что люди думают о причинах. То есть это в некотором смысле социологический опрос. Вот как, например, мы там две недели тому назад с неким интересом выяснили, что оказывается подавляющая часть населения, ну, во всяком случае Москвы, искренне убеждена, что либералы Путина истребят, что он с ними не справится. Да, для меня это было откровение. Мне казалось, что в этом смысле в Путина верят больше. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Андрей из Москвы. В качестве вопроса хотел бы... А радио выключите, пожалуйста, очень звенит. Спросить хотел бы. Сейчас. Я слушаю. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к работам профессора Мгимова Катасонового по... Ну, я хорошо отношусь к его работам, но нужно понимать, что он узкий специалист. То есть, если я пытаюсь описать общую картину экономическую, он занимается финансами. И в этой сфере он, конечно, знает куда больше меня. Но когда мы выходим за финансовую сферу, то тут у него начинаются абсолютно естественные проблемы. Это такая общая картина. Если вы узкий специалист, то есть вы очень много знаете в какой-то узкой сфере, вы автоматически, у вас начинаются проблемы, когда вы за нее выходите. А если вы видите общую картину стратегическую, то вы автоматически практически не можете быть узким специалистом. Но с этим никуда нельзя деться. По этой причине меня очень смешит, когда мне начинают предъявлять претензии, что я там чего-то не знаю. А я не претендую, что я все знаю. Я пытаюсь нарисовать некоторую общую картину. Есть темы, в которых я разбираюсь, потому что я в них работал. Например, денежное обращение. Но я даже не пытаюсь, например, соревноваться в этой теме, например, с Герасченко или Андреем Петровым. Это просто смешно. Поэтому у каждого есть своя сфера деятельности. Здравствуйте, слушаю вас. Михаил Леонидович, Виктор Михайлович, пенсионер. Хочу спросить у вас, поддерживаете ли вы трактовку Путиным национальной идеи? Мне кажется, что патриотизм может быть только средством достижения цели. Понимаете, в чем дело? Патриотизм – штука хорошая, но при этом, вот скажите, у вас сидит правительство, которое ликвидирует возможность развиваться российской промышленности. Это патриотизм или не патриотизм? Если вы говорите, что вы патриот, почему вы не боретесь с теми, кто является очевидным анти-патриотом? Или, например, ликвидация образования. Ну почему, да? Ну зачем ее ликвидировать, образование? Это же совершенно не патриотическая идея. Но мы видим, что президент поддерживает тех людей, которые образование ликвидируют. Вот вопрос, то есть, либо он говорит неправду, что он патриот, либо же он в этом случае оказывается в совершенно идиотском положении, потому что все видят, что у него работают люди, которые не являются патриотами, и он при этом открыто и публично их поддерживает. Ну вот как это может быть? Да, вот проблема. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Два вопроса, я по палаткам. Скажите, пожалуйста, согласны ли вы с таким утверждением, что финансы наряду с природными ресурсами, энергетикой, железными дорогами, это стратегические отрасли. И в силу этого они должны быть, и может быть в первую очередь финансы, поскольку от состояния финансов зависит состояние экономики, они должны иметь государственную монополию. Второй вопрос. Центральный банк, который называют у нас Банк России, насколько я понимаю, это не государственная структура, это самостоятельная организация. Ну, это неправда. Ну, как же так? Ну, так неправда. Они же не несут ответственность по обязательствам государства. Это другое дело. Значит, я прошу прощения. Значит, если мы будем говорить о монополии государства, то, понимаете, имеются вещи, где государственная монополия не обязательно ведет к проблемам. Государственная монополия на мелкорозничную торговлю всегда ведет к сложности. Мы это хорошо видели при социализме. Вместе с тем, любая другая монополия, мы видим, например, что сегодня имеется западная монополия на торговлю в нашей стране, потому что все сети западные. И они нам устанавливают западные правила. В результате очень сильно бьют российского производителя. Вот. И эти правила, на самом деле, для производителя очень тяжелые, и они, кстати, и для западного производителя тяжелые. Вот. Что касается... В этом смысле финансовая система, она совершенно не обязательно должна быть государственной. Но она вполне может быть частично государственной, частично частной. Но в любом случае государство должно ситуацию контролировать. А это первое. А второе, если говорить о Центральном банке, то даже... Ну, я еще раз повторяю. Центральный банк даже по закону своих функций не исполняет. У него главная функция устойчивость национальной валюты, то есть рубля. А среди всех государств мира мы в 15-м году заняли последнее место по устойчивости национальной валюты. Украина лучше. Вот Яценюк лучший регулятор денежного обращения, чем Набиуллин. Ну, вот как тут быть? Кстати, тут... Вот мне тут прислали. Лужков вчера поругал Собянина. А если бы Лужков не взрастил выдающегося бизнесмена госпожу Батурину, то, может быть, он бы имел право что-то там поговорить. Но сейчас возникает вопрос. Почему госпожа Батурина была выдающимся бизнесменом, пока Лужков был мэром, и перестала таковой быть, как только Лужков с поста мэра ушел? И вот до сих пор, пока ответа на этот вопрос нет, авторитет Лужкова сильно упал. Возвращаясь к нашему голосованию, считаете ли вы, что снос палаток в Москве – это борьба с малым и средним бизнесом? 8495-134-21-35. Или же у вас иное мнение? 8495-134-21-36. Продолжаем отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, Михаил Эдуард. Меня зовут. Вот у меня сразу возник вопрос. Вы дали оценку, да, что не дали? Я... Вас плохо слышно. Алло, алло, алло. Как сейчас слышу? Алло. Да. Алло, Михаил, вы дали оценку, что не ценил, был оценен выше, чем наша Лобиуля. Это не я дал оценку, это оценка статистическая. Ну, я понял, понял. Вы дали, извините. Ну, и тем не менее, просто мне напрашивают вопрос. Если уже с такими людьми сравнивать, то не пора ли что-то действительно поменять кардинально. Ну, я напоминаю, что я хотел во время разговора Путина с народом задать ему вопрос, когда он пригласит Лицуника на место председателя Центробанка Российской Федерации. Так что, есть, да, такая тема в части кадров. Мы ее уже затрагивали. Здравствуйте, слушаю вас. Радио выключите, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Сергей. А скажите, пожалуйста, может ли быть такая ситуация, что Владимир Владимирович Путин по табеле о рангах, по иерархической лестнице является подчиненным, например, Шебайса или кого-то из элитов? Я не очень понимаю, что, значит, по иерархической лестнице. Я напоминаю, что я написал тут книжку вместе со своим товарищем Сергеем Щегловым. Книжка эта выйдет, ну, буквально через месяц, она уже в редакции находится. И, соответственно, там мы вот этот вопрос подробно обсуждаем. И я привожу простейший пример. А в 2003 году некто Ходорковский решил, что его статус в мировой элите выше, чем статус Путина. Ну, результат мы знаем, да, так что тут нужно быть осторожным. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Вопрос два. Расскажите немножко поподробнее про Приднестровье, как там у них там экономическая блокада. И второй вопрос, вот по поводу среднего класса, все-таки вы, по-моему, недосказание не закончили, а что вот дальше вот при разрушении этой модели? А дальше нужна будет новая модель. Нужна будет новая модель, а ее нету сегодня экономической. Это вот, к слову сказать, когда мне вот напоминал один из слушателей про то, что я хотел рассказать, про то, что когда будут валютные зоны, то между ними может быть конкуренция не только в рамках одной модели, но в разных зонах может появиться разная модель. Вот как раз фокус состоит в том, что сохранить либеральную модель не получится, потому что не будет базы для социальной стабильности. То есть те, кто пытается сохранить либеральную систему, у них все пойдет в разнос. Вот это вот реально проблема. Да, что касается Приднестровья, у них есть проблема, которую они мне описали так. У нас уже 4 года курс национальной валюты, Приднестровского рубля, к доллару фиксирован. И, соответственно, падают доходы производителей Приднестровских. Их пытаются взять в блокаду, но нужно понимать, что украинская блокада, она ограничивается желанием украинских чиновников получать взятки. Так что все вот так вот сложно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, Михаил Ильич, добрый день. Андрей, 80-й. Вы мне подскажете вот такой вот вопрос. Соответственно, вот контрфанкции, да, ну-ка будем их называть, вот так, как мы привыкли. На самом деле они оказывают на наших друзей из-за границы действительно вот такое вот негативное воздействие. И вообще, вот как вы оцениваете вот эти вот шаги по... Ну, сейчас развивается сельское хозяйство, все-таки действительно развивается, да, вот вкладываются деньги в обработку земли, вот в продуктовую как-то безопасность. Это все-таки политический шаг или это больше фикция, скажем так? Ну, а с точки зрения государственной политики фикция, с точки зрения жизни, ну, конечно, развивается, да, потому что вкладывать практически некуда, земля у нас есть, и, в общем, развиваться можно, не говоря уже про то, что после страшной девальвации у нас стал выгоден экспорт. У нас, например, прибалтийское молочко, я не знаю, обратили ли вы внимание, из магазинов исчезло. То, что она стала слишком дорогой, там же затраты-то в еврах. Вот, то есть много процессов идет сложных, но как государственная политика импортозамещение отсутствует как вид полностью. И это, конечно же, плохо. Вот, так что если бы можно было ситуацию изменить, то есть чтобы у нас было адекватное правительство, я хочу сказать, что, как бывший чиновник, я могу сказать, в чем проблема российского правительства. Там сидят люди, которые, во-первых, не несут никакой ответственности за результат своей деятельности, вообще никакой, и, во-вторых, они искренне убеждены, что от того, что они напишут какую-то бумажку, ситуация может измениться. Вот они бумажку написали и ждут. Вот оно сейчас все само произойдет. Так не бывает ни у нас, ни на Западе. И до тех пор, пока не будет произведена тотальная чистка чиновничества в целом, никакого позитива не будет. С точки зрения пользы для государства, подавляющая часть современных чиновников, там 99% может быть уволена. Вот. Но у нас, на самом деле, уже время подходит к концу, и я думаю, что я больше на вопросы отвечать не буду, потому что у нас, ну, просто мы уже не успеваем. У нас осталось там полторы минуты, и обычно люди и, как бы, и вопросы-то задают дольше. И по этой причине я скажу еще несколько слов по поводу всей вот этой вот картинки конкуренции валютных зон. Значит, вся проблема состоит в том, что из-за того, что рушится экономическая модель, происходит два процесса. Первый, не может больше существовать мировая финансовая система, она начинает распадаться. А второе, в западных странах прекращается социальная стабильность, построенная на среднем классе, на законе. Как следствие, лезут системы, связанные со справедливостью. А таких систем три. Это справедливость религиозная. Мы видим, что христиане не тянут и лезет ИГИЛ. Мы видим, что есть справедливость националистическая. Но тут все ясно. Есть свои, а есть чужие. И, наконец, есть третья справедливость коммунистическая, которая пока в засаде. Как нас учит китайская концепция о связке трех сил, если есть три силы, две из которых в активе, одна в пассиве, то выигрывает та, которая в пассиве. Поэтому ждите, через пять лет коммунистическая идея вернется на белом коне. Нравится это кому-то или не нравится. Ничего тут не могу сделать. На этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.